День солидарности В борьбе с терроризмом В этот день мы вспоминаем жертв террористических атак Произошедших в разные годы в разных городах нашей страны А также сотрудников правоохранительных органов Погибших при исполнении долга Это не просто дань памяти погибшим Но и символ единения государства и общества В борьбе с таким ужасным явлением, как терроризм К вам обращается губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов Дорогие ленинградцы, петербуржцы, дорогие друзья Третье сентября в нашей стране Скорбная дата Сегодня мы вспоминаем погибших в Беслане, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде Благодарим вас, Варим Алексеевич Героями не рождаются, героями становятся Эта простая истина известна всем защитникам нашей Родины Всем тем, кто противостоит террористическим атакам И первым вступает в бой, несмотря на смертельную опасность Всем тем, чья главная ежедневная обязанность — оберегать нашу страну Чей долг — сохранять жизнь и здоровье ее граждан, их дома и семьи Чей девиз и завет на все времена — «Берегите Россию» Хор ансамбля песни и пляски западного военного округа Начальник художества и руководитель ансамбля Заслуженный деятель искусств Республики Крым Майор Илья Колесников Женщина, которую поют Именно так говорят об Александре Пахмутовой Она — человек-легенда На музыке этой удивительной женщины, уникального композитора, выросло несколько поколений Многие в этом зале знают эти песни и поют их с детства Но мало кто знает, что одна из ее песен могла стать гимном нашей страны У нас гимна России нет, а русский вальс есть Именно эти слова в 1994 году произнес президент России Борис Ельцин Музыка Александры Пахмутовой Слова Николая Добронравова Пахмутовой Слова Николая Добронравова Сегодня мы вспоминаем события Которые еще свежи в нашей памяти Идет время, но эти страшные кадры, эти воспоминания До сих пор перед глазами Потому что эти трагедии в той или иной степени коснулись всех нас И не обошли стороной Наш мирный город Взрывы в метро и в Невском экспрессе Авиакатастрофы над Синайским полуостровом Многие из нас лично знали этих людей, их семьи, друзей и знакомых Особой болью отозвалась в нас трагедия Беслана Ведь это произошло тогда, когда мы повели наших детей в школу Первого сентября В этот день террористы покусились на самое святое На наше все На наших детей Поэтому эта боль и слезы матерей и отцов Они наши Общие Тех, кто ушел Светом благодарной памяти Светом вечной любви и скорби Пусть озарятся Их имена Нам нужен мир Тебе и мне И всем на свете детям И должен мирным быть рассвет Который завтра встретим Им нужен мир Трава в росе Улыбчивое детство Им нужен мир Прекрасный мир Полученный в наследство Отчизна не отрывна от нас Граждан России От нашей ответственности за ее настоящее и будущее От нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание Сейчас на эту сцену выйдет артист, которого можно смело назвать патриотом России с большой буквы Встречайте, заслуженный артист России Денис Майданов В государственной символике России мощь и величие нашей страны Ее славная история Подвиги российского народа А знаете ли вы, что все эти качества выразились в триколоре нашего флага? В старину три цвета толковались так Красный означал державность Синий цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия Белый цвет свободы и независимости К старинному толкованию добавим прочтение сегодняшнего времени Белый цвет мира, чистоты, непорочности и совершенства Синий цвет веры, верности и постоянства Красный символизирует энергию, силу, кровь пролитую за Отечество Вот такая она, современная Россия!